В Мариуполе 25 апреля началась бессрочная акция протеста на Азовском судоремонтном заводе. Об этом сообщает корреспондент общественного телевидения Донбасса. Работники потребовали прекратить сокращение и выплатить долг по заработной плате. Это выразить недоверие господину Лешову, то есть генеральному директору ОСРЗ, в связи с тем, что предприятие терпит просто крушение. На данном этапе есть требования трудового коллектива, то есть снятие генерального директора с должности. Второе требование – это отмена сокращения, потому что сейчас на данном этапе объявлено 150 человек на сокращение. Это из тысячи человек трудового коллектива. Требования по своевременной выплате заработной платы, потому что на этом предприятии сейчас постоянные задержки заработной платы. Уйти от арендатора и, естественно, полную загрузку судоремонтному заводу. По словам бастующих, на заводе планируют сократить 150 человек, а зарплату задерживают более пяти дней. Запретить непосредственно сокращение. Акцию организовали профсоюзы АСРЗ и заход «Солидарность». Ситуацию прокомментировал директор предприятия. Достаточно количества средств, чтобы закрыть полностью аванс. Это еще не заработная плата, это аванс. И по состоянию у нас, вот эту минуту, когда мы с вами разговариваем, их еще недостаточно. То есть мы сейчас аккумулируем. Почему? Потому что провал по производству в три раза по отношению к 2015 году. В Киеве на Софиевской площади в рамках всеукраинского фестиваля писанок представлена работа с видами Донецка. Об этом сообщает информресурс новости Донбасса. На писанке дончанки изображены стадион Донбасс-арена, памятник слава шахтерскому труду и Свято-Преображенский кафедральный собор. При выборе темы росписи меня не покидала мысль о моем городе, который сейчас в беде, поэтому мой выбор – мой родной Донецк. Так охарактеризовала свою работу автор писанок Таисия Другакова. На заднем дворе Мариупольского краеведческого музея под звуки советских песен в окружении бюстов Ленина переосмысливали коммунистическое прошлое. 24 апреля на арт-пикник собрались люди разных возрастов. Старшие делились воспоминаниями. В то время оно какое-то, наверное, было. Ну, людям что-то давало. Сейчас это анахронизм, который прошедший. Но выставка сама по себе вот такая. Я считаю, очень полезна, интересна. И жалко, что тут я стариков не вижу. По словам организатора пикника Дианы Берг, культура и творчество – плоскости, которые могут примирить противоположные точки зрения. То есть здесь мы не осуждаем, но и не одобряем ничего. Здесь мы просто рассуждаем, фантазируем на тему, которая может быть сейчас немножко табуирована. Она также считает, что в Украине, и в частности в Мариуполе, декоммунизация проходит формально. Меняя название улиц, избивая таблички эпохи коммунизма, мало внимания уделяется самой декоммунизации мышления. Среди гостей были люди разных групп, пенсионеры, студенты, художники, активисты. Позиции неподалеку от оккупированного боевиками Дебальцево. Здесь служат сапёры из Самбара, города-побратима Славянска. С наступающей Пасхой бойцов приехали поздравить активисты. Приезжаю уже не первый раз, вы читаете, раз я приезжаю сюда, разом с продуктами и харчуванием, тех, что не хватает нашим воинам, которые сегодня захищают нашу Украину от сепаратистов. Переважно мы собирали по предприятиям, церковь помогла. Ну, ясно, речь не уйдет без наших начальних закладов, наших шкіл, которые помогли, которые помогли, чтобы собирать так много продуктов, необходимых продуктов, и даже наши дети сами лепили вареники, сами лепили голубцы, сами терли червоный бурячок, терли хрин, для того, чтобы наши воины могли тут смачно святкувать нашу Пасху. В самом самбаре для бойцов АТО создали благотворительную организацию. Помогают и военным, и малообеспеченным. Сейчас мы ведем перемоги, чтобы надавать юридические консультации хлопцям, которые приезжают на ротацию. Ну, и третье – это ликование, потому что большинство из них, военный опыт – это первое, а на монтаж, физические, которые они тут не получают, не все подготовлены, и поэтому есть какие-то проблемы с здоровьем. Поздравления бойцам передали и от жителей Славянска.